Девчонки Девчонки Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, обещали, не обманули, заметьте, каждую пятницу в 7 часов вечера по Москве... Четверг, пятница? Какая разница? Четверг – маленькая пятница, правильно? Это всего лишь название дня недели. Тем более сегодняшний, вот сегодня, вот этот четверг он особенный. Тем более, когда мы придем в классе, мы обязательно переменуем все дни недели. Прямо как французы. Почему у нас особенный четверг сегодня, Саш, расскажи. Особенный... Да, подожди, нет. Во-первых, надо представиться для начала. С вами, во-первых, находится ваш и наш любимый, короче, клуб... Синий попугай. Клуб, скажем так, общественно-политических измышлений. Научно-популярные. На досужие темы, да. Научно-популярные темы. Познавательные. Вот. Его ведущие Максим Еремеев. Александр Кузьменко. Сегодня будут играть в «Сонгов и дик». Да, это, если кто не в курсе, это игра, которая разработала студия «Insomniac», вы, возможно, ее знаете, по «Ratchet & Clank». «Ratchet & Clank», «Resistance», да. А это вот первая, по-моему, игра «Insomniac», которая вышла не только на консолях, даже не просто не только на консолях, а еще не просто на PlayStation. Вот. На PlayStation, по-моему, на Xbox One, она, кажется, есть... Она, кажется, вышла везде. Она точно есть на PC, что вот особенно поразительно, потому что, ну вот, кто бы мог подумать. Да. Ну что, начинаем, Максим? Да, давайте, начинаем. А вы, Александр, пока расскажите, пожалуйста, а чем четверг... Да, дай мне еще, пожалуйста, айпадик, я с чайником поработаю. Да, хорошо, давай, конечно. Тогда скажи пока, почему четверг такой особенный? Особенный четверг. Да, вот именно этот. Во-первых, друзья, вы помните тему нашей прошлой передачи, наверняка многие из вас. Тема была в следующем, что... Вы говно, короче, если так совсем коротко. Потому что все клянутся в нашем чатике всякий раз, что... Присылать нам... Вот, друзья, я слышу сам себя, и он транслирует сам в себя, понимаешь? Надо этот беспредел как-то остановить. Да. Так вот, о чем, значит, мы говорили? Да, тема прошлой передачи. Что вы в каждом чатике клянетесь, что пришлете нам соленье, варенье. Чтобы мы радовались, как Леонид Аркадьевич Боевич. Да. Чтобы пришлете нам костюм мукомола, поделки там, не знаю, и прочее. Да. И не слали. Не слали. Да. До последнего времени. Буквально вчера произошло просто неслыханное событие. Нам в редакцию пришла посылка из Коломны. Не посылка, нам не совсем пришла, а ее сюда принесли. Да, человек из Коломны по имени Павел. Павел, да. Один из трех замечательных этих людей. В свой день рождения... Поехал к нам. Поехал к нам, да. И привез. И вот такую вот байду. Ну, коробочка-то, в общем-то, простая. Да. Но, да. Главное... Не коробка, главное содержание. Да. Тут, наконец-то, нашлись соленья. 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 Да. Мы обещали, что в прямой эфир. Да. Вот. Нашелся березовый сок. Я его пока отложу, чтобы не загромождать. Вот. И, наконец, главное... Вот. Еще тоже вот к соленью. Ну, это так. Напиток. Да, да, да. Газовода. Вот. И даже это, конечно, не главное. Это очень приятно было получить. Но приятнее всего... Было получить письмо, во-первых, написанное руками. А во-вторых, с такими вот добрыми, действительно, вот искренними пожеланиями. Максим его зачитывал полностью. Он на канале... Да, если что, у нас есть... На Ютубе выложен, собственно, ролик. На Ютубе у нас, собственно, мы в комбо-брейкеры выкладывали анбоксинг. 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 Анбоксинг с оленей, короче. Самый, самый просто милый анбоксинг в моей жизни был, честное слово. Никак в жизни не приходилось так анбоксить. С такой радостью и теплотой. Вот. Слушай, Максим... Поэтому мы... Да, Саша, давайте мы сейчас вот это сделаем, потом уже вернемся к концу. Мы хотим еще раз этим прекрасным людям, Даниле, Павлу... И я, к сожалению, забыл третье имя. Вот, ради Бога, простите, но и вам тоже. Огромное просто человеческое спасибо. Вы восстановили веру в человечество, в нас. Ты знаешь, я вот предлагаю просто даже вот дать звание специальное. Такое вот почетное, короче... Почетный зритель. Зритель клуба «Синий Папула». Да. Всем троим. Всем троим сразу. То есть, вот как герой Советского Союза практически у нас будет звание. В общем, вы понимаете, да, мы не шутили, а вы, как видно, тоже. Поэтому шлите еще больше, обязательно все про... Максим! Да. Я считаю, знаешь, мы, конечно, с тобой придерживаемся других взглядов, обычно в прямых эфирах, что в семь вечера в четверг пить, особенно на работе как-то не очень. Но предлагаю, знаешь, попуститься. Традиция. Ну, ты знаешь, ради такого случая, конечно, можно попробовать. Давай бахнем чуть-чуть. Давай. Чистим валичем. Чистим валичем. Чистим валичем. Опять же, березовый сок еще надо весь допить. Да, да, да. Потом лежит там себе лежит в ящике. Да, да. Гниет. Так, давай, поехали. Да, я тут пока... Давай, пока ты наливаешь, я немножечко... Ах ты, господи! Я немножечко расскажу про игру, чтобы было понятно. Такая была небольшая вводная... В общем, у нас вообще никакого звука нет сейчас. Вот этот звук мне нравится. Интересно. Может, у меня наушники не подключили? Может, у них звук выключил? Да зачем тебе звук, Максим? Вот звук! Короче, ладно, извините. Если что, вы мне там скажите. Со звуком проблемы, не проблемы, хорошо, плохо, громче, тише. Вот. Да. И, собственно, что такое Song of the Deep? Это, как мы уже сказали, игра Insomnic. Такая немножко... Во многом не характерная, даже немножко. То есть, во-первых, это первая игра, которая вышла на ПК. Вообще, не только на PlayStation, а еще. Такая вся из себя с виду прям супер-мега-инди. И это такая метроидвания, как это называется. То есть, да. То есть, вот мы управляем такой подводной лодочкой. Внутри у нее некая девочка. Сейчас, да, я это скажу. Вот. Мне тут важно... Девочка... Девочка ищет отца своего, который рыбак. Он ушел в море и потерялся. И приснился сон, что он где-то заточен в морской пучине и зовет ее на помощь. Она построила эту самую подлогу и поехала спасать. В общем, в случае, очень даже мило выглядит. Можно, в принципе, после этого, да, вот давай что-то хотел. Можно после этого бахнуть вообще. За девочку. Да, я хотел что-то очень важное сказать. Очень важное, я боюсь, что мы забудем. Давай. И поэтому даже решил тебя перебить немножко. Давай, давай. Максим, нам напомни, очень важно, что закусывать надо. Нас солениц... Это очень правильно, да. Спасибо большое вам, что вы о нас заботитесь. И тогда, вот знаете, в пылу битвы как-то забываешь об этом. Опа. Да. Так, Максим, вот вам пару огурчиков. Спасибо огромное. Я вот специально от вилочки даже захватил в таком случае. Спасибо, милый мой, спасибо. Пожалуйста. Давай, да, положи. Максим, огурчик, ага. Огурчик. Вот я себе тоже сейчас еще. Ах ты, падла. Парочку. Да. Ах. Ну, прям ты так вкусно сейчас сделал. Ах. Аж потекла, Максим. Ну, слушай, ну водка и огурцы. Ах. Так, давай, сейчас мы даже отрываемся немножко. Друзья. Так. Значит, за всех наших зрителей в целом, а также за трех прекрасных людей, которые... Из города Коломна. Из города Коломна. Которые сделали вот это вот все возможно, эту прекрасную поляну с березовым соком, с газ-водой. С газ-водой. И с огурчиками. И с соленьями, конечно. С соленьями, да. Ваше здоровье, друзья. Только за вас. Кто меня там лает? Господи. Да подай. Кто-то под руку решил меня полаять. Я думаю, потом. Видно, это очень важно. Давай. Оп. Ой, хорошо. Ой, красота какая. А, ну можно после такого уже дальше играть и начинать в принципе. Ой. Ммм. Ммм. Красотища. Ммм. Да. Замечательно. Еще раз спасибо, друзья. Прямо вот как... Иисус по душе босичком прошелся. Стал гораздо легче. Да. В каком-то смысле. Да. Согласен. А, кстати, Максим. Мы тут бухаем в прямом эфире, извините. Да. Мы не бухаем, мы пьем березовый сок и газовую воду, Саша. Бухаем березовый сок и газовую. Бухаем березовый сок. Хорошо. Потому что делаем с характерными движениями и выражением лица. Так вот. Да. Мы совсем забыли, кто мы. Мы синий попугай. Синий. Для чего мы? Для того, чтобы продолжать дело Юрия Никулиной круга белый попугай. Да. Мы, Максим, хреново играем в игры. Ну, пока неплохо получается. И рассказываем тупые анекдоты. Правильно. Да. Про кого же сегодня мы будем рассказывать анекдоты? Поскольку, да, очевидно. Сегодня мы будем рассказывать анекдоты про моряков, про подводников, про водолазов. Вот про всех, короче говоря, людей, чья жизнь, работа связана с морем. Да. Так. Так. Ну, все начинается. Прививчик небольшой. Давай. Мы же хотели, Саша, мы только что хотели рассказать анекдот. Давай, расскажи же. Анекдот? Да. Не отвлекайся. Так. Давай. Ты только что анонсировал анекдот, теперь давай рассказывай. Ээээ... Блин, про моряков, да? Или подводников, или водолазов. Ну, давай начну издалека. Давай. Вначале расскажу анекдот про любовь. Про любовь. Отлично. Да. Вот. В общем, про любовь анекдот. А, и моряков. И моряков. Романтические. Да, отлично. Значит, старенькая бабушка получает свою внучку. Угу. Она говорит, запомни, внучка, у каждой женщины в жизни должна быть только одна большая любовь. Так. Она такая спрашивает. Бабушка, а кто же была в жизни твоя большая любовь? Моряки. Ха-ха-ха. 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 Ты хотел говорить про моряков? Я вот тебе вот хотел. С первой же полки сознания. Да. Господа, пишите нам в чатике обязательно анекдоты. Да, вообще пишите, что хотите. Вопросы. Вопросы. Шуткие истории из жизни. Вообще, мы открыты для нового. Всегда. Особенно сегодня. Особенно сейчас. Ха-ха. Смешно, кстати, анекдот рассказывает. Вот. От зрителей нашего Чума-2. Чума-2. Ну, анекдот такой не совсем чума, но веселый. На классическую тему там встречается русский и американский. Ага. Как раз про подводников вообще. Так. Возвращается русская, значит, и американская подлодка. Да, да. Вот. И по традиции должны, значит, капитаны вылезти на палубу, как бы, и пообщаться. Ага. Вот. Ну, всплывают подлодки, вырезают капитаны. Вот. И американский капитан вырезает. Ага. Ну и наш тоже такой суровый, такой вот. Старый такой морской волк. Продует прям. Фуражка с крабом, как положено. С крабом. Ну-ну-ну. Рыболовные войска. Крабовые специалии. Рыболовные. Раковые войска. Раковые войска. Ну-ну. Это, значит, вырезает фуражка с крошитер такой. Это чемпионат по доте 2. Ну-ну-ну. Значит, вырезают эти два капитана. Ну-ну-ну. Да. И американский капитан, значит, приветливо так машет рукой и кричит нашему «Хеллоу, Раша!» Русский капитан хреново покрашен! Торпедный отсек, готовший к бою! Что? Хреново покрашен. Что за... Что за... Ё-моё. Ну ладно. Ну предположим. Так. Так. Ой, пошло вообще! Ой, да что-то вылёг сейчас. Так. Нет, даже сегодня мы рассказываем про море моряков. Да. Можем про какую-нибудь морскую всякую фигню. Там, про морских обитателей, не знаю. Рассказывать? Ну, кстати. В принципе да, вы знаете... Всё что морскую тему, да. Да. В общем море, океан, речка, озеро, пруд. О! Тут, значит, пересказывают нам анекдот про моряков, которые я рассказал минуту назад. О, прекрасно. Очень замечательно. Так, почему не нальёте Игоря? А он наказан. Знаете, нет, Игорь сам себя наказал, Саша. Как? Игорь Осанов, наш продюсер. Нет, сейчас я объясню. Продюсер, сценарист, режиссёр. Режиссёр по костюмам. Как Орзен Уэллс, короче. И прочее, прочее, да. Игорь Осанов. Чё ещё по одной, Максим? Ты слышишь, я лучше, наверное, соку березовую. Нет, мне кажется, надо всё-таки по второй обезать. Ну хорошо, и потом соку березовую. А потом березовую соку, бога бога. Конечно. Спасибо. Потому что у меня есть радиусы отличные, толстые. Давай, сейчас я такое договорюсь сначала, почему Игоря мы не наливаем. Значит, Игорь наказал себя сам. Это не мы его наказали. Каким образом себя Игорь наказал? Он в какой-то момент отказался находиться здесь вот в нашей студии, где мы проводим стримы. Вместе с нами он, вместо того, чтобы сидеть, помогать нам, он убегает и где-то там следит за нами удалённо. Поэтому мы не можем его просто налить, его здесь нет. Игорь, привет, ты лох. Fuck you. Fuck you. That's why. Так, ну что ж. А действительно, скажи, или можно действительно краткую версию. Потому что пошёл ка он нахер. Точно. Вот. Знаешь, Макс, за что я хочу выпить теперь? После того, как мы выпили за наших зрителей. Так. Я хочу, Максим, выпить за синего попугая. Да. То есть даже не за нас с тобой, а вот саму идею. Понимаешь? Анекдоты умерли, а дело их швёт. Понимаешь? Огурчик. Да, пожалуйста, угощайся. Спасибо. Ну-ну. То есть вот это вот постоянно, мы находимся на передовой просто вот идеологического фронта. Ага. Анекдотов. В общем, никто так сильно не работает сейчас на этом. Ну, опять же, на новую молодёжную аудиторию. Да. Поэтому, мне кажется, это дело не должно умереть. Ага. Давай выпьем за попугая. Давай выпьем за попугая, и я заблудился уже. Фак. Давай. А, хорошо. Ой. Хорошая газвода. Очень отличная. Да. Интересно. Так, всё, хватит с газводой. А, ладно, ладно, ладно. Да. Рассказывай. О, отличный вспомнил анекдот про подводников и про чук-чук. Я даже знаю, какой. Да. Он классический, собственно, да? Ага. Вспомнили, а не придумали. Ну-ну. Вот. Собственно, сидит чукча на берегу. Так. Надо поёт Чукотке. Чукотского моря. Вероятно. И ловит рыбу. Ага. А, вот сюда мне нужно. Ну-ну. Ловит рыбу. И, соответственно, вдруг всплывает подводка. Ага. Подводная лодка, то есть. Подводка. Подводка, да. Извини. Ну-ну-ну. Всплывает подводка. Подводка. Американская. Угу. Вот. Оттуда, в этот, как его, вызывается матрос. Да. Вот. И спрашивает у чукча. И говорит, чукча. А в каком, говорит, направлении Владивосток? Да. Чукча отвечает. Зюй дзюй твест. Окей, спасибо. Дальше погружается, короче, исчезает. И опять чукча рыбу ловит. Ага. Говорит, еще одна подводная лодка. Английская. Ага. Оттуда матрос. Английский, соответственно. И спрашивает у чукча. Чукча, а в каком направлении Владивосток? Ага. Чукча говорит, дзюй дзюй твест. Вот. Ну, хорошо. Ладно. Сид опять рыбу ловит. Ловит, ловит. Уж собрался сворачивать там все свои снасти. Третья подводная лодка всплывает. Угу. Наша на этот раз. Русская. Так. Вот. И, знаете, высовывается такой федька-морячок, значит. Третья говорит. Эээ, говорит. Слышь, ты сковород с кушами. Чукча. Говорит. Как, говорит, доплыть до Владивостока? Какое там направление? Чукча такой, дзюй дзюй твест. Да ты не умничай, рукой махни. Ха-ха-ха. Хорош. Хорош. Мне нравится. Есть нестареющая классика. Знаешь, золотые, можно сказать, эти хиты. Да. Ага. Оп. 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 Иди сюда. Так. За синего попугая просто. Да, да, да. Все прям нас тоже порвать готовы. Поддерживают, короче, там прям вообще. Так. А вот рассказываем про моряков, господа. Нет. Ваши другие анекдоты тоже клево, короче. Но в основном мы, видите, какую работу ведем. Тематическую исключительно. Угу. Ты понимаешь, Макс, вот, матрос, да, вот образ, в принципе, вот, храброго матроса, например, да, вот, моряка, морского человека, такого, волка. Он практически кочует по всем нашим любимым анекдотам. Помнишь, это моя любимая серия анекдотов? Я всякий раз вспоминаю, потому что я действительно очень сильно люблю про Безумного Ленина. Вот. Ммм, да, припоминаю. Когда два вагона гороха спёрли, там удерживаются. Гаёх. Какой гаёх? Экзектли. Мы не устанем повторять этот анекдот, он короткий. Да, извините, пожалуйста, так вышло. Так вот, значит, есть там анекдоты, в частности, связанные с моряками. Почти даже с матросами петроградскими. То есть матросы-моряк, кстати, немножко такая вот разница чувствуется, да? Ну да, да, да. Вот. Как любовник и возлюбленный, можно сказать, да? Ну что тут поделаешь? Это как, знаешь, ещё, типа, кто-то из писателей, не помню, сказал, что, типа, разница между авторством и соавторством такая же, как между пением и сопением. Что-то вспомнил сейчас. Ну да, простите, перебил. Так вот. Значит, о чём мы тут разговаривали? А, анекдотах, да. Та тема проходит. И что-то, что моряк, он везде, везде, буквально во всех, вот про Чукчу засветился, там, прям прочее. В частности, вот он засветился в сериале анекдотов про Безумного Ленина. Ага. Матроса там засветился. Ну да, да, революционный. Революционный, естественно. Какой ещё, может быть, матрос? Как обычно во всех этих анекдотах. Ой, мамочки мои. То есть, Смольный, вот, революционные, собственно, дни идут. Вот, то есть, только-только, вот, Октябрьский переворот совершился, короче. Это самое. Всё вертится, всё крутится, там, восемнадцатый год наступает. Победа, короче, настала кругом. Да. Распределяют, значит, возвращаются с Беляцкого, значит, фронта очередной. С какого, прости? А, точнее, Беляцкого. С германского. Кстати, другое послышалось с Небеляцкого, ну, неважно. Ну, с германского, хорошо. Фронта, там, матрос. И его, в общем, распределяют работать, там, в Смольный. Там, разнорабочий, там, охрана, там, товарищ Ленин охраняет. Всё, в общем, там, хорошее распределение, там, герой войны. Нормально. Вся грудь в крестах. Нормально. Распределяют. И вот он ходит. А он в море до этого, там, три года, короче, было. Всю войну, там, где-то в море, там, в Балтийском плавал. Вот. Распределяют. Он ходит, всем удивится, короче, там, вот. В Смольном-то, как классно, там, вообще. Красота. Место какое прекрасное. Вон, там, в общем, ходит, ходит. Целый день, прям, вообще, глаза, вот так, вот, прям. Не можешь никак поверить. Дворец настоящий. Вот. Вечером, и жалко, вот, думаю, тут целый день. Он говорит, ходил вот Ленина, вот, только вот не видел. Где-то здесь же он, но вот не видел. Он занятой человек, Владимир Ильич, где-то в разъездах, все там, прочее, на местах руководит. Вот. Жалко, конечно, этого матроса. Ну, ничего, увижу еще. Послужу. Вот. Ну, вечером, все, там, международ расходится, короче, из Смольного потихоньку думает. Дай-ка чайку, говорит, попью с сухарями. Да тоже пойду. Вот. Ну, взял чайничек, короче, идет там, по коридору. Вот. Вот. Этот чайничек там заварил, там, где-то там, на примусе, там, тут же, там, за углом. Вот. Ну, идет, значит, с кипяточком такой, думаю, а тот сейчас чайку, короче, замучу. Угу. Да и пойду. Да и пойду, да. Идет-идет, и смотри, тут мимо кабинет какого-то проходит, а там дверь открытая, лампа зеленая горит на столе. А за столом Владимир Ильич Ленин сидит. Так. И что ты пишет? Ага. Матрос прям поражен. Он так рад увидеть настоящего Ленина, самого Владимира Ильича. Угу. Он с этим чайничком так дверь немножко еще приоткрывает. Угу. Все-таки войти как-то вот боязно, да? Ну, да, да. Вот. И на пороге такой чайничек так показывает, что ты, «Владимир Ильич, а может, чайку?» Блин. «Хуйку, товарищ матрос! Не мешайте работать!» Ха-ха-ха. Извините. Ну, хороший, хороший. Я его люблю. 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 Да, да, да. Сгорел Сарин. Все, водку притащили в школу. Горит, да, да. Березовый лесок, кстати, Саша. А, да, кстати, давай. У меня вот можно холодную? А, ты хочешь холодную? Да, да, да. А я думал, мы все-таки до этого. Подарочного. Да, точно. Давай подарочный выпьем, в конце концов. Да, как неродные. Ну, подарочный, пожалуйста, березовый сачок. Давай, ты только вскрой. Без проблем, пожалуйста, Максим. А можешь еще налить, Саша? Я уже официант. Сейчас, да, прости, пожалуйста. Так вышло. Открой, налей. Ну, я тебе еще тогда принесу, Максим. Видишь, видишь, я сейчас занят. У меня как бы… Я играю. Я, да, у меня руки заняты. Я не могу, к сожалению. Да что ж такое. Я все дамажусь и дамажусь. Эээ, да. Так, открою, пожалуй, себе тоже березового соку. А что ты все того же не нальешь? Ты меня весь нальешь. Они же разные. Да, да, давай. Из разных лесов. Из разных сортов березы. Пород. 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 Скажем так. А, по-моему, один из березы темного сорта, если я не ошибаюсь. Да, 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 да. Одна темная береза, короче. Да, да. Другая береза лагер. Или, может быть, пильзнер, я не знаю. По-моему, это береза нефильтрованная. Пильзнер. Нефильтрованная береза? Сейчас попробуем. Ну, давай попробуем березу. Еще раз, ваше здоровье. Да. Из-за попуга. Ммм. Ммм, прикольная, кстати. Что-то так очень… Ну, кстати, а хорошая. Хорошая. Ребят. Молодцы. Вот, я честно, я не посмотрел. Сорт конкретно березового сока, но выбор хвалю. Хвалю. Так. Очень хорошо. Ага. Ой. Так. Осторожно. Аккуратно. Ой, медузы. Саша, кстати, опять, знаешь, я недавно только с медузами как раз воевал, но не так никак недавно. Некоторое время назад, когда вот был в отпуске в Тель-Авиве, мы там ходили купаться на море пару раз. И нас там слегка медузы пожалели. У них же там есть целый сезон такой… Такой опасных медуз. Медузей. Медузей. Да. Когда просто в море заходить, в принципе, не моги практически. Это значит… Потому что там… Ух! Мы-то попали, когда еще были медузы, ну, появлялись уже, но еще маленькие. Вот. Поэтому как-то мы выжили. Но было неприятно. И вот здесь снова медуза. Не, ты знаешь, это у меня вот все время море вот вызывает вот опаску тем, что там все время живет куча всяких непонятных горов. Ну, ты знаешь, вот поэтому нужно выбирать какое-то относительно безопасное море, мне кажется. То есть вот Средиземные… Он в Сочах нет медуз. Средиземный еще ок. Черные – вообще просто лафа. Можно вообще не беспокоиться ни о чем, знаешь. Море только фигловое. Катрана максимум ты сам съешь. Да, не он тебя уж точно. А вот да, есть какое-нибудь красное море или там… Зато какое оно красивое. Да. А, кстати, Саша, а ты знал, что… Прости, возможно, я это сейчас глупую вещь скажу. А ты знал, что Мертвое море не море? Это озеро соленое. Приколи. Да. Я недавно сам узнал, к сожалению, очень удивился. К сожалению, что недавно. То есть она даже не в реестре морей там и океанов. Это на самом деле не море. Это лужи, короче. Это озеро. Ну, евреи придумали, короче, пиар-ход, чтобы к ним народ на моря ездил. Ой, начинается опять. Что? Антисемитизм. Нет, уж нет, уж не надо. Что? Вы меня не обвиняйте. А потом устроим выпуск анекдотов про евреев. И специально… Да мы и так, кстати говоря, можем устроить. Нам нужна только игра, соответствующая тема. И евреев. Чтобы можно шутить еще смешнее. А у нас есть, у нас главный редактор Миша Ватник. Да, Миша Ватник. Он нам рассказывает самые прям вопиющие анекдоты про евреев, такие, что прям стыдно было бы, если бы не евреи рассказывали. Мне, например, очень нравится. Меня опровергли. Ну, знал. Был на Черном море последний раз в 2000 году, пишет зритель, Робин 499. Ага, сейчас. Были жгучие медузы, кидались братом друг к другу. Да ладно! Но я думаю, они все-таки… Я думаю, они все-таки не такие жгучие, как в Средиземном, вот у берегов Тель-Авио. У меня есть такое ощущение почему-то. Ну, не могу подтвердить, возможно, нет. Я вот был когда-то в Тунисе, ну, еще до того, как там бардак начался, вся эта арабская весна, когда-то еще давно очень. Когда еще не стреляли на пляжах туристов. Кстати, ты знаешь, Максим, я был в Тунисе где-то примерно, я даже вспомню когда, 11 лет назад ровно там был. Вот. Собственно, и как раз вот отель, в котором мы жили, очень хороший такой классный там отель, прям шикарный с Викторией, прям с садом, прям замечательно. Вот. Собственно, выходил на пляж. На тот самый? Да. В городе Суц. И когда, собственно, показывали вообще кадры этого теракта, ты знаешь, мне в первую жизнь стало жутко. Ну, я представляю себе. Мне стало жутко не за наш какой-то теракт. То есть, когда что-то взрывают в Москве, я представляю себе, что такое станция Лубянка. Ну, потому что ты в этом живёшь, естественно. Там нет такого... Да, когда где-то за границей, особенно в арабских странах, кстати говоря. Вот смотри. Это, возможно, какой-то бытовой... Давай аморали. Бытовой расизм. Сейчас погоди. Может передача какая? Да, когда за границей, особенно в арабских странах, может быть, какой-то бытовой расизм, но всё же. Не так это сильно напрягает. Вот, по крайней мере, если взорвали в Пакистан, ты как-то такой мя. Вот. Да. А тут, понимаешь, это у тебя, можно сказать, на заднем дворе. То есть, это где-то... Ты точно знаешь, где это. Ты, может быть, каждый день вообще там в окрестности где-то отираешься, проезжаешь мимо там на работу, например. Да? И это, конечно, совершенно другой расклад. Это, ну, уже прямо на свой счёт принимаешь. Ужас. Это естественно, мне кажется, да. Ну и ужас, конечно же. Ужас, ужас. Да, прости, я тебя перебил, теперь можно говорить. Да, я просто об ужасе задумываю. А, об ужасе? Да, вот. То есть, ты провёл там, например, замечательные десять дней там, и максимум проблем у тебя было, медуза один раз ужалила. Ну, не десять, поменьше, к сожалению. Нет, я провёл в тунии. А, там? Ну да, да, да. Да не ты, а я! Не ты, бля, я! Я люблю свининку на морозе кушать, да. Я, я. Да не ты, а я! Мы снова цитируем. Если есть ещё среди наших зрителей, которые до сих пор не видели фильм «Копейка», то мы уж просто не знаем, как вас убедить, что это одно из лучших вообще кино в мире. Просто вот лучшее. Один из лучших российских фильмов вообще в истории российского кинематографа. Комедия. Так точно. Автор сценария Владимир Сорокин. Владимир Сорокин, да. Чтоб веселее было. Ну там, нет, отличное кино, отличное. Ну просто вообще замечательное. Ну там много всё-таки авторского в нём, ты понимаешь? Я как-то спустя года напался в руку, как ни странно, на оригинальный сценарий «Копейка», написанный именно Сорокином. Так-так-так. Очень много вещей там были чисто режиссёрские. Да ладно? Придуманные? Да. Например, вот эта вот классическая присказка их там о том, что он был таким-то человеком и любил две вещи. Две вещи? Да ладно! Это не Сорокинская? А кто режиссёр? Тодоровский какой-нибудь? Да, по-моему, Тодоровский. Вот мы даже... Слушай, я честно говоря... Фильм ассоциировать... Я честно говоря... Свои именами. Он ассоциируется с... Извините, я перебил опять. Нет, нет, давай, давай. С Сорокином и с Андреем Красковым. С Сорокином и с Андреем Красковым. Потому что, собственно, лучше рыб покойного, к сожалению, актёр шикарный. Да, уже скончался. Который ушёл прям совсем прям молодым ещё, конечно. Сколько ему было? Ты не помни был полтинника даже. 46, что ли? Ну ударного-то. То есть, конечно. Причём при очень странных обстоятельствах там... То есть, как бы... То есть, как бы... Ну да. То есть, как бы следствие в итоге сказало, что, условно говоря, по пьяни оступился, ударился головой. Ну как-то... Ну вот это всё точно. Окей, ну ладно. Ну вообще, знаешь, учитывая, учитывая... Ну я, учитывая образ жизни... О, да. Все это, в общем-то, поняли, да, что человек явно любил это дело, да. Всё можно добывать, к сожалению. То есть, как обычно в таких делах, это вот такой вот смерти, которая вроде как Майкл Джексон, да? Ну это как Курт Кобейн, я бы даже сказал. Застрелился? А может, нет? Нет, ну это началось. Давай, Элвис нас на Марсе ждёт, поехали. Нет, стоп, минуточку. Здесь речь-то не о том, что он жив до сих пор. Здесь речь о том, что обстоятельства смерти, типа, ну, другие. Элвис жил. Элвис жив. Элвис будет жить. Да. В и Элвис. А ещё можно Леннон говорить? Леннон. Леннон. Телезрители сообщают, что в Советском Союзе каждый просто школьный садовец, просто вот эту вот фразу, он знал вот несколько вот культовых. Знаешь, вот Советский Союз в каком-то мере, он предвосхитил современную молодёжную культуру, даже не граффити, а культуру тегов. Знаешь, такая есть культура этого прото-граффити. Ну, да, да. Ну это и есть граффити, просто один жанр. Ну, когда подростки засирают, короче, там, метро, там, всякой вот этой вот фигнёй. Скажем так, подписями. Подписями, да. Да. То есть мне нравится граффити именно, но вот подписями меня бесит, честно говоря. Граффити или граффити? Мне кажется, граффити всё-таки. Ну, неважно. Ну, мне кажется, это слово должно быть с плавающим удалением. Граффити, граффити. Ну, возможно, да. Академик Йофи, Яфьет. Яфьет. Ну, ну. Яхве. Академик Яхве. Пам-пам-пам. Интересно с этим было бы, кстати, вот согласись. Так вот, значит, о чём мы там? А граффити, а граффити, да? Да, да, да. Ну. А в каком контексте? Теги. Культура тегов, что предвосхитила культуру тегов. А, культура тегов. Да, вот это вот именно вот советская лозунгенизация какие-то. Да? То есть ты... Лозунгнул. Мне очень нравится слово из Зощенко. Ну, ну. Ты постоянно в жизни... Мы жили с Максимом только в позднем Советском Союзе, мы были детьми. Ну, мы были детьми, но мы всё-таки запомнили. Да, и читать мы тоже умели всё-таки. И затаили злобу. Злобу. Долго. Да. Ну, нет, у нас есть свои личные детские претензии, которые очень много. Особенно к Горбачёву. Молодежи не понять. А это отдельно мучительно. Но к Горбачёву, но не потому, что развалился СССР. Нет, по другим причинам. По другим причинам. Вот, у нас много претензий к Горбачёву, и это особенно мучительно, потому что наш офис, в котором мы работаем, находится... Дверь в дверь, да. Соседний дом – это Горбачёв. Горбачёв фондом. И я, главное, сегодня стою. Извините, курю. Ну, такая вредная привычка. Ну, эфир зато не ходит. Блин, ещё просто полное, надо ещё и закурить в эфире. Боюсь, тут уже наше офисное начальство будет против. Тут включатся какие-нибудь детекторы дыма, прибежит служба безопасности. И миллион просмотров. Прямо в прямом эфире, короче, отсюда нахер выкинут вот. В окно, я думаю, даже не в дверь. Макс-то это два миллиона просмотров. Отлично. Слушай, давай, как Ферамир. Мы будем как Ферамир, Саша. Блин. Нет, мы будем как Ферамир и Азлагор. Ты кем хочешь быть, Ферамиром или Азлагором? 35 лет. Нет, Саша, минуточку. У меня тут новый стаж 98-го года. Не ебёт. У меня есть две опции, Саша. У меня ипотечный кредит. Я не хочу быть как Ферамир. Саша, нет, нет, никак даже, никак. Просто у тебя есть выбор, предположим. Быть либо Ферамиром, либо Азлагором. Кто ты? Знаешь, я не уверен, что я точно знаю, кто из всех его маленьких друзей Азлагор. Поэтому я из осторожности чисто буду, наверное, Ферамиром. Ладно, я тогда буду Азлагором. Потому что, смотри, с ним, в принципе, интересно. Его убивают, он не умирает. Да, сколько помню. Он из ада возвращается, Саша. Что уже? Не, у него там был какой-то эпизод, так как он, да, типа, сбежал из ада. Мы клуб синий попуга. Это что, не анекдот? По-твоему? Это такой анекдот, Саша. Мета-анекдот. Кстати, давно не было анекдотов, можно я расскажу? Да, давай, конечно. Мы забыли. Зачем мы здесь? Мы строим за фильм Копейка, за Краскотом, за всю фигню, за Зощенко. Причем, кстати, скачем с темы на тему вообще. Да ничего страшного, все нормально. Значит, смотри, анекдот, Саша. Приходит как-то Ферамир к Излагору. Нет. А тот тоже Ферамир. Идут, значит, Саша, два моряка по Марселю. Сеттинг интересный. Я очень люблю Марселя, кстати. И видят, значит, священника, который тоже идет, ну, он идет навстречу, у него рука перевязана одна, в гипсе, на самом деле. И они у него спрашивают, ой, говорят, святой отец, а что с вами такое случилось-то с рукой-то вашей? Он говорит, ой, да ничего страшного, дети мои. Говорит, упал с беды. А, ну ладно. Священник уходит, один другой спрашивает, слушай, а что такое беды? Да хрен его знает, 10 лет в церкви не было. Существует очень нравится. Это можно тогда в другом контексте говорить, пойду на амвоне посижу. Амвоне, кстати, мы там еще березового высота. Максим, да, вот вам теперь достается право продегустировать из чёрной, короче, берёзы. Из чёрной, я так понимаю, немецкой берёзы. Эггенберг. Берёза сорта Эггенберг. Шлосс Эггенберг, я даже сказал. Слушай, а ничего, звучит так неплохо. Слушай, ну это просто вообще отличный сок, ребят. А, ну сейчас я сначала, только секунду. Да. Мы думали, вы нам там пришлёте с логотипом нашествия, а вы... Да, да, да. Берёзовый сок с логотипом нашествия. А кто его назвал? Ари. Максим, ты заметил, что уже второй, короче, стрим подряд, мне всё кто-то названивает постоянно. Ну, Саша, люди просто невоспитанные все, ты понимаешь, какая проблема. Да, я уже всем слушаю, у меня передача. Каждый четверг, в семь часов. Может быть, я бы ответил бы даже, я не знаю, что тут расширить, неизвестный мне номер. Ой, черепашка. Ну что, можете с черепашкой сделать? Ниндзя! Нет, просто черепашка морская, ты знаешь, Саша. Так, друзья, работа с чатом. Я не вижу какой-то гигианской прям активности, вот все друг с другом общаются, общайтесь с нами. Нет, а что пишут-то вообще? Расскажи, есть что-нибудь интересное в целом-то? Ну, вот, например, проназать серьёзные темы. Пишет зритель Кандели, что он из Волгограда и после серии терактов в его городе стал по-другому к этому относиться. В общем-то, знаете, оно всегда ближе воспринимается. Ну, мы сегодня, собственно, только что обсуждали. А я тебе даже могу сказать о момент, когда я стал по-другому относиться к терактам. Прям вот я даже помню его прекрасно. То есть я прекрасно помню 11 сентября. Да. Вот, всё-таки 11 сентября. Я до сих пор, у меня такое ощущение нереальности было. Я уже был студентом, да, я смотрел телевизор, как будто в кино показывают. Но у меня не было ощущения какого-то ужаса. У меня отец пришёл, как раз в момент домой такой, спрашивает, а что это кино какое-то? Серьёзно, я не шучу. Это цитата. Так многие думают, ну, слушай, война миров, Уэллс, когда ещё изобретено это было. Просто не верят в ужас люди. Просто, конечно. Ну, нет, ну да. То есть я как-то не сильно наделал, всё-таки Америка где-то далеко, там это всё картинка в телевизоре. Ну, типа, да. Вот по-настоящему я реально понял, что это всё, это прям очень страшная штука после Беслана. Ну, да, не поспоришь. То есть там это был просто настолько такой вот... Или, кстати говоря, саж после Нордостера, между прочим. Да, и Нордост тоже, очень не смешная тема. Да это вообще не смешно в целом. Ты знаешь, Максим, одну ироничную, но ни хера не смешную историю. Ну, ты знаешь, кстати, у меня одна... Знаешь, мне место чуть не оказалось в Нордосте как раз в тот момент. Я как раз про это хочу рассказать. И ещё про кое-что. Но не пошла по какой-то причине, не помню по какой. А вот мама её попала. Она жива, всё нормально с ней. С пьюши с каким. Да, ну... Ну и вот, ироничная история, но ни хера не смешная. Жил-был мальчик. В американо-русской семье. Ну, условно говоря, там папа американец, там мама русская. И жил на две страны. Получалось, что он бабушка постоянно ездил, там ещё в школе. То в русской, то в американской. Это, кстати, иногда у них часто бывает. Один из с тобой общезнакомый, например, тоже жил в Штатах несколько лет. В школу американскую ходил. Ну, вот, значит, соответственно, поехали. Они как-то с мамой на экскурсию, короче, в Нью-Йорк. И в частности, в эту экскурсию, в пакетный тур купленный, там была экскурсия, короче, на площадку ВТЦ. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. И 11 сентября, значит, с утра они пошли в этот ВТЦ. Значит, посмотрели на эту площадку, начали спускаться с лифта, и тут всё случилось. Чудом спаслись. Сидел несколько часов, там, где-то зажатые в каких-то переборках, там они сидели. Там вот эти вот пожарные, которые, собственно, погибли, помнишь? Они спасли ещё кучу людей, успели вывезти. Ну, да, да. Вот. Чудом, короче, спасся. Просто чудом. Вообще, абсолютно. Вот. Мальчика, понимаешь, от шоков, от всего, сразу быстренько отправили в Россию. Вот. В Москву к бабушке. Вот. Ну, чтобы там всё, просто сменить обстановку и прочее, да. Чтобы прийти в себя как-то, реабилитация, там, ну, не то, что там психологи, конечно, ну, просто шок, да, просто сменить обстановку. Ага, да, да. Вот. Бабушка решила его, собственно, порадовать как-то и сводить на мюзикл. Мордаст. Да ладно! Вообще не шутка. Трус-стори, блядь. Это твой знакомый? Нет. Я-то знаешь, Саша, что ты всё-таки из прошлых не слышишь, и я ещё даже не знаю, как мне выбраться из этой комнаты. После этой истории, Максим, я понял, что, в общем-то, всё. Так, работа с чатом. Ребят, давайте, где интерактив-то? Играли ли мы в Диппонию, она, кстати, спрашивает. Хороший вопрос. Я не помню, мне кажется, чуть-чуть играл. Русском надзор звонит, потому что говорят с неизвестного номера. Нет, там был бы номер 0000. Простите, друзья, я сейчас загружусь, наверное, с чекпоинта, потому что я не знаю, как выйти из этой комнаты. Да, ну... Что-то сегодня без тематического общения не тру. Нужна морская замена козлам. Так... Максим, морские оскорбления. Морские козлы? А, в смысле, как... Я понял. В смысле... Всё, 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 я понял. Вместо... Я не козлы, псы, а в море у нас, например... Мальки? Рапаны. Да ладно! Дверь закрывается, а как мне быть? Ну вот, давай, решай пока загадку. Давай. Я, например... Анекдот расскажу. Давай, расскажи, анекдот... Советский. Про моряков. Так... Ну, как я уже до этого говорил, да? Моряки, они, в принципе, по всем сеттингам советских анекдотов... Но этот жанр, всё-таки, был больше советский. Ну, и России в 90-х, наверное, где-то так. По всему жанру советских анекдотов моряки просто расползлись так, что если их начать искать, можно в Ленинге просто песком так надышаться этой пылью книжной, пока вот все вот эти фолианты... Да, да. Самые главные научные труды про анекдоты, там, перечитаешь, там, докторские работы... Надо всех победить. Ну, да. Ну, да. И, значит, среди них есть такой классический анекдот, который, в общем, любая вот работа, вот крупная, ну, минимума кандидата наук, да, вот по изучению анекдотов про моряков, она начинается с этого. Ну, это как если ты изучаешь Пушкин и читал Лотман, то ты лох. Да, примерно так. Вот. То есть это вот такая классическая вот вещь, академический анекдот даже про моряков. Ага. Советских моряков. Так, так. Ну, это примерно происхождение, наверное, поздние 70-е, где-то, наверное, 80-е, скорее 80-е, наверное. Ранний Михаил Сергеевич. Привет, Михаил Сергеевич, Горбачёв фонд. Здрасьте. Вот. Он, кстати, приехал, представляешь, я стою курён, он с мигалкой... А он с мигалкой ездит. Ну, слушай, кто ещё в Горбачёв фонд может с мигалкой приехать? Нет, нет, просто, ну, следственный комитет. Подожди. Ха-ха, наконец, всё! Пришло твоё время сиренеть! Нет, просто как ответ, ответ на вопрос, кто может приехать в Горбачёв фонд с мигалкой. Ну, кто угодно из тех, кто, в принципе, ездит с мигалкой. А может сам? Да ладно, ты думаешь? Ну, так посоветоваться, как чё-нибудь ещё развалить. Горбачёв же был. Или она тебе алкогольную кампанию как проводил. Почему? Ладно, неважно, хоть заплитоту сегодня... Да твою мать! Потом, потом, да, у нас ещё много сока. Мы сейчас за классический академический анекдот. Да, давай. Значит, попал в сильный шторм советский корабль. С советскими, соответственно, товарищими матросами, это бывает. Вот, попал в шторм, шторм сильный, дикий, лютый, с силой как-то, не знаю, там, удержались, но всё равно вот финальная волна просто выбросила корабль на берег и разбила его. Ага. Просто на остров. Вот. Просыпают, ну, моряки там как-то вот пришли в себя, там как-то что-то собрали, в общем, там разобрались, там поели, огонь разожгли. Вот. И выясняется, что остров заселён дикарями и людоедами. Ой, их очень много. Приходят людоеды, всем этим своим составом, там, не знаю, две тысячи человек. Ага. И радуются. Еда пришла. Всё, говорят, товарищ матросы. Сейчас, говорит, мы вас тут все съедим, на хрен. Просто. Сожрём. Вот. Такой капитан, собственно, корабля. Такой интересуется. Товарищи людоеды. Товарищи людоеды. Кто старший, там, кто вождь? У нас тоже вождь, у вас вождь кто? Ну, вот этот вот, Мамамба, там, вот наш вождь, там. Ага. Товарищ Мамамба, скажите, пожалуйста, а у вас на острове вообще революция была? Нет, не было. А, ну хорошо, ладно, а гражданская война у вас была какая-нибудь? Так. Псиет, говорит, уже не было. Так, ладно, хорошо. А коллективизация у вас была? Нет. Зачем? Ну, ну. А культ личности? А культ личности, говорит, было у вас? Чего ты такой, говорит, культ личности? Слушайте, у вас ничего этого не было? С чего же вы так озверили? Хорошо, хорошо. За политику просил анекдот? Я просил. Читатели просили. А, да? Серьёзно? Нет. Как там соленья прислали? Ребят, поздно подключайтесь к эфиру. Сами проиграли. Мы с этого начали. А, бля! А, ну ладно, нормально. Максим. Да ладно. Максим, Максим, с тобой не соскучишься. Не соскучишься. Так. Так вот. О, слушайте, анекдоты уже кидают. Какой-то любимый бро из Брофорс, кстати, нас спрашивают. О, Коко Комэн нас спрашивает. Мой любимый бро из Брофорс? Блин, сложный вопрос, честно говоря. Наверное, Рэмбро? Нет. Эллен Бропли. Броминатор мы любим. Эллен Бропли. Мы любим Броминатор. 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 Ничего. Так, а вот рассказ старый или гром. Анекдот, украденный из интернета, короче, про бутылку, которую нельзя сдать и каким-нибудь в море. Ну, не смешно. Так. Попутного ветра канали желает нам Алло, Егор. И вам, Егор. Народ уже срется за Аквамена, короче. Сосет он или не сосет. А, кстати, а кто побеждает, пока сосет или нет? Да никто, а тут просто народ друг друга, короче, свиньями обзывает за Аквамен. Да нет, не свиньями, конечно. Что, у нас аудитория сам при... Ребят! Аудитория, я думаю, что если провести исследование, то там людей из кандидатской степени будут просто половины зрителей. О, отлично. А ты, Макс, кандидат технических или философских наук? Я кандидат никаких наук, Саша. Значит, ты с тобой тусуешь. Будем считать... Не, реально, слушай, я каждый раз возвращаюсь к этой идее, что проще вот реально девчонку посадить вот. Ты знаешь, я смотрел стримы, у них был такой формат. Сидит девчонка, просто ничего не делает. О, фанец! Она где-то роется у себя там в интернете. О, ее ж мать! Ну! И просто сидит такая. Ну, обычно девчонка не знаю сколько лет, 17-18. Угу. Старшеклассница. О! Старшка сломка вспомнил. Школьница. А здесь спиной еще три старшеклассницы. Они все одеты и все нормально, просто в платье. Вот, на диване валяются. То есть, не парнуха. Ну, все. И что? И вот три миллиарда просмотров. Что-то там, да. Больше, чем у Ферамира. Слушайте, а как у меня? Я вообще правильно сделаю-то? Я что-то слегка, ребят. Ну, я помню, знаете, я там какой-то херней занимаюсь, если честно. Скажи, чем вам так Горбачев насолил? О-о-о! Я могу рассказать. Можно я расскажу, Саша? Надо выпить ради этого, мне кажется, Максим. Давай, у меня есть березовый сок. Просто. Друзья, значит, чем... Эту историю мы, кстати, рассказывали много раз, но мы не устанем ее повторить. Да. Мы можем повторить. То есть, я лично... Значит, я даже прерываю на секунду игру. Значит, чем лично мне насолил Михаил Сергеевич Горбачев? Я сразу оговорюсь, с одной стороны, Михаил Сергеевич Горбачев мне идеологически близок, поскольку он развалил СССР. Тюрьму народов. Максим, он такой, да. Я такой. Он из Навального, не обращайтесь. Так вот, но у меня есть к нему личные счеты, потому что в детстве, когда я был ребенком и приходил вечером домой из детского садика, перед сном собирался смотреть «Спокойной ночи, малыши». Вы знаете, что я видел вместо этого? Периодически. Я, вместо этого, видел съезд народных депутатов, где выступал просто бесконечно Михаил Сергеевич Горбачев. И я из-за этого лишался мультиков своих законных в этот вечер. Вот это нормально? У меня... И это, подождите, это, на минуточку, было в Советском, еще раз, в факин-союзе, где было тогда у меня 4,5 программ в телевизоре, и мультики показывали не как сейчас, короче. Зашел на Ютуб или там на Торрент и посмотрел все, что тебе хочешь. Ни хрена! Показывали раз в год по обещанию. Смотришь программу телепередач, Сашенька, и прямо фломастером, фломастером отмечаешь. Вот в это время, в этот день будут мультики. Максик. Пять каналов. У меня в Советском. Ну или Чицей, я не помню сколько. Было два канала. Пятая программа появилась уже позже, когда... Ленинградская. Пятый канал. Ленинградская ТВ. Да, да. Так вот, Макс, два канала. Знаешь, чем они друг от друга отличали? Чем? Тем, что во время выпуска программы «Время» по каналу номер два, его показывали сурдопереводом. Ты знаешь, помнишь там Осло? Глазго, Роттердам. Да, Глазго, там и Роттердам, соответственно. Конечно помню. Так, и всё? Нет, вру, ещё были включения локального собственно местного телевидения, я не знаю как это называлось. Условно говоря, тогдашние версии ВГТРК, то есть какое-то локальное телевидение, что-то свое еще. Ты чё, в Саратове было очень много своих крутых реально передачи, даже детских. Я тебе больше скажу. Ну-ну-ну. Старейшая детская передача, которая серии 50 лет. 50 лет в эфире. Вообще реально кстати. Знаешь, а теперь мы ещё поговорим, даже знаешь, вот мы про антропологию, про политику, про всё. Про литературу говорили, про литературу. Про литературу, про литературу. Да, но это регулярно. Это не считается стандартной темой. Вот. А теперь мы ещё и про краеведение, Максим. Да, отлично. Давай. Так вот, старейшая детская передача, по-моему, даже до сих пор выходит. Вот. Она запустилась там на серии чуть не в 50-60-х годах, короче, на саратовском телевидении. Да. Ну, тот, который по второй кнопке, собственно, вот и крутилась. Ага. Называлась она «Не за три девять земель». Реально крутая. Ага. Я смотрел её с 80-х годов, собственно, когда родился. Вот. И ведёт её с тех самых пор один и тот же чувак. Но я, к сожалению, забыл его имя. Мюнечко, он до сих пор идёт? По-моему, он даже живой, до сих пор ему лет 90. И он до сих пор выходит в эфир каждую неделю. Хрена. Там, знаешь, в телевидении 80-х, особенно локальное такое ещё просто деревянное, ну не деревенское, а, скажем так, региональное телевидение. Региональное. Это очень круто. Знаешь, как заставка выглядела на передаче? Нет. Была камера, ну потому что прямой эфир был дешевле гораздо, чем запись всегда делал. Ага. Ты же в курсе? Стояла камера и стояла такая доска. И на ней, значит, такая вот приятная рука меняла, собственно, листочки. Это титры бы. Максим дал такой уровень. Нормально. Но при этом, реально, в плане краеведения, особенно детского, передача вот такая офигенная. Там прям рубрики были. Там одна рубрика моя самая была любимая. Я даже прям название вспомню. Путешествия по берегам морей, которых мы никогда не видели. Дело в том, что в какой-нибудь там Плистацене, на территории Саратовской области тогда, там располагались древние моря, которых сейчас нет уже много миллионов лет. Морей-то нет, а вот ракушки, окаменелости и прочие на Харнамуде. Извините, пожалуйста, научно значимая, короче, фигня для краеведов. Находятся. Дети со всей области находили всю эту... Муру. 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 Муру такой, знаешь, который... Кевалый, короче, у него работал, сидел там, кивал, говорит, да, все, зашибись, профессор, вот еще что-нибудь. Короче, такой, Морти при Рике такой. И Морти постоянно менялся, естественно, Рик оставался, только старел постоянно. И вот этот Морти, собственно, сам вот, он тоже комментировал, потому что Морти тоже был какой-нибудь там из кружка каких-нибудь юных там реликтоведов, там, вот это вот все. Ты знаешь, для современного, может быть, подростка, ну, какого-нибудь, там, 12-ти, там, может быть, там, 13-ти лет, звучит, как какая-то смешная, нелепая советская хренота. Ага. Но ты знаешь, я впервые заинтересовался, собственно, динозаврами из этой передачи. Я впервые узнал, там, вообще, вот про древних людей, про добычу огня, что все это было. И где-то еще тут вот стоянки их были. Представляете, вот этих вот в шкурах мамонты ходили. И за огонь боролись? Да. Чего-то огурцы, короче, не переживали. Слушайте, друзья, сейчас, простите, я немножечко туплю, мы компенсируем мой тупняк тем, что так живо рассказываем про всю ерунду. Потому что я вообще, я не представляю, куда. Кстати, если у кого-нибудь совет, вы мне скажите, я, честно говоря, я немножечко иссяк, я не знаю, что делать дальше. Я заблудился. Наш постоянный читатель Теремок-Теремок. Не зря его зовут Теремок, как наш любимый фастфуд Теремок. Он тоже не любит Горбачева. Знаешь, за что? А он за что? Ну, догадайся за что, Теремок не может любить Горбачева за то, что он хреновую пиццу рекламировал. Это очень известная штука. Горбачев, когда перестал стать президентом Советского Союза, когда, по сути, сняли просто вообще, знаешь, как отворожать советским языком, был человек всем и стал еще никем в одну секунду. Первое увлеченное появление было, это в рекламе пицца хат. Это просто настолько нелепо сейчас смотрится. До сих пор он в Ютубе есть, посмотрите, Горбачев пицца хат. Ой, тут вспоминают, ой, Максим, разгрядил тему, вспоминают, что включал, короче, час Дисней, это же более старшее поколение. Да, 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 да. А там слово пастырь или играй гармоний, любимый. Да, да, я вас как родных. Ты знаешь, у меня был один знакомый, он в течение пяти лет работал на телевидении, он совершенно профессиональный оператор. То есть, как бы, да? Вот, и в частности, он работал в команде, когда был сезон съемок, в команде, которая снимала сезон передачи Играй гармоний. Юж, мать! Фу! Это, говорит, были лучшие командировки. Командировки в Милан, там, не знаю, командировки там в Нью-Йорк. Они не сравнятся, в принципе, с командировками. Потому что, приезжайте, что такое была передача Играй гармоний? Она говорила про остающийся современный деревенский музыкальный фольклор. То есть, ну, обычно там показывали какую-нибудь деревню очень талантливую, где все играют, поют, пляшут. Это было очень весело. Ну, да, ну. Как весело. Уже тогда это было смешно, очень страшно, конечно. Неважно. Так вот, он рассказывал, понимаешь? Приезжаешь ты в Нью-Йорк, в Милан и прочее. А к тебе относятся, ну, как... А, чудо, черт, с камерой, короче, сейчас все перегородить. Да, у нас тут этих, господи, черт, с камерой. Режиссеров. Да. И все это было! Вот вспоминает человека до сих пор, понимаешь, с ностальгией. Слушай, ну, это красиво. Играй гармоний. А вот Слово Пассеря была скучная передача. Да. Честно говоря. Тоже согласен. Короче, я, может быть, искорлю чьи-то чувства, может быть, верующих. Да, но Кирилл, может быть, он и классный патриарх. Я не знаю, вообще, может ли патриарх быть классным. Но вот ведущий, он был, честно, фиговатый. Что-то не убедил он меня, короче. Вот, ты знаешь, американская телевизорная включь ночью. Ну, да. Особенно, как в гостинице. В гостинице, когда не спится тебе, да, после самолета. Вот, там обязательно есть какой-нибудь канал найдется, ночью они любят вот гонять. Вот именно канал таких вот классических, даже, знаешь, карикатурных... Телепропоредников. Телепропоредников, да. Да, это не обязательно, нет, даже не специальный канал, они просто на всех каналах в определенный час. То есть, когда ты на джетлаге просыпаешься часа в 4 утра, включаешь телевизор, потому что нечего делать больше в гостинице. Только телек смотреть, твою ж мать. По большей части каналов, там, собственно, да, там, твою ж мать, телепропоредники. Максим, можно ли с холодильника сока сейчас достать? Одну секундочку, Саша, я пытаюсь, блин, добраться до цели здесь. Это важнее гораздо сока. Это невозможно. Блин, знаешь, причем, когда я первый раз в жизни увидел... Ну, сколько я был в Штатах, когда был там, лет 13, наверное, назад. Там 13 в первом... Вот, с холодильника. Ой, спасибо, Максим. Вот, сейчас я подожду. Берем, сока открою. Вот, когда я первый раз в жизни это увидел, ну, вот, именно в таком состоянии, что, типа, прилетаешь, сам охреневший, короче, я, честно говоря, долго думал... Непонятные люди делают странное. Что это, что это какая-то комедия. Что это какой-то специфический юмор, который мне непонятен. Потому что, как мы, наверное, первое знакомство с этим телеканалом. Мы даже сегодня не пройдем. Да и сначала начнем. Брофорс запускаем, в любом непонятном случае делаем Брофорс. Ребят, скажи, что Максиму делать, он тупит. Так вот, а я пока про телепроповедника. И вот я включаю. И там на экране носит такой здоровый, килограмм 200, наверное. Просто черный чувак такой. Черный как ночь, господин негр. В белом-белом вот кипельном таком... Даже, не знаю, вот, знаешь, полукостюм, полуряса такая вот. Не сообразишь. И общается с аудиторией, ну, с нами, то есть. Он, следующим образом, он говорит, говорит нормальные вещи, но всякие разогнают слово Бог, то есть God, на английском. Но ее что-то находят. То есть манера речи выглядит так. Ты знаешь, что я хочу сказать? Бог любит тебя. Потому что он велик. Он – Иисус. Он – сын Бога. Он умер для наших грехов. И Бог любит тебя. Я вообще думал, что это какой-то Эдин Мерфид такой просто. Знаешь, что, типа, мне читают какую-то проповедь, ну, такую банальную достаточно. Бог вас любит, Бог вас не забудет. Но вы тоже почитайте Бога, короче. Вот. И делайте что-нибудь хорошее. Потому что Бог любит тебя, после всего. То есть, я думал, что это скетч. Но я смотрю, он продолжается 30 минут, 40 минут. Как-то, да, длинноватый скетч. Интересные у них там отношения с религией, конечно, в стране Америка. Эх, так, ладно, вернемся к чатику и будем с ним работать. Работяги, стримеры, здорово. Здрасте. О, сообщайте нам, что спокойно ночью будет вести Валуев. Да, была такая интересная. Да, мы слышали уже, мы слышали уже. Я бы, ты знаешь, если бы я в детстве такого дядю Колю увидел, мне кажется, я бы... Ты понял, что ты просто... Бог не любит тебя. Да, потому что Бог тебя умерет. В твоем лице. Так, ладно, по-английски мы стримы как-нибудь потом еще поведем. Так. Блин, я это сделал, Саша. Афь, вы не представляете, друзья, насколько сейчас вот это было сложно. То, что я сделал в этой сраной игре. Господи, боже мой, это самое начало, вы охренели. Может быть, окажется, что я из какого-то не того конца заходил, но е-мое. А знаешь, Максим, почему так получилось? Гаааад хейтс ю. Да, согласен. За это стоит выпить. Да, действительно. Выпьем же за то, что Бог не любит Максима. А Максим, кстати, Максим по Максиму тоже... А Максим не любит Бога, потому что Бога нет. Даже хуже Максиму вообще просто не верит. Знаешь, как вот выбрался. Потому что не веришь в Бога, не знаю, за Навального топишь там. Кстати, да. Кстати, я должен сказать, я еще раз борщик. Да, друзья, вот из темной березы, березовый сок чуть-чуть, мне кажется, все-таки похуже. Мне вот из нефильтрованной больше понравился. Хотя я вообще не большой фанат нефильтрованного. Нефильтрованного березового сока. О, наш представитель нового пишет, что на этом игру для Сеги Эко-де-долфин. Помнишь, кстати? Чем-то похоже. Максим. Ага. Господи, а что это такое? Помните проповедник из Кажи Аминьна? Я вот не помню. Ой, да-да-да. Фанас ходил, тоже думал, что над ним все ржут, а нет, у него последователей как будто полпитера. Короче, а что это? Есть такой ролик, точнее, был такой ролик в интернете. Максим, мы дошли, мы сидим. А дай мне, пожалуйста, осори немножечко. Конечно, чтобы играть. Отлично. Хоть всю банку, я тебе, Макс, открою, а ты прям... Господи любит тебя! Нет, потому что Господи любит пикклз. Господи любит пикклз. Спасибо большое. Энти, он на нас, короче, жалобы напишет. Он уже на покемонов жалобы пишет. Я думаю, его, блядь... А он куда пишет? Я в сумасшедшем доме с фонарями ищу тоже дом. А он с портлотом пишет? С фонарями. Так, слушай, Максим! Не внимательно. Анекдоты! Синий попугай! Твою ж мать. Простите, друзья, мы отменились, но было весело. Так, короче, я рассказываю анекдот. Длинный. Нет, нет, длинный. God loves jokes. С стихом мы теперь, это шутка дебильная. Не обожни вы нахрен, а что ты словочи? Что вам надо у меня дома? Черт, вы медузы. Ты же не любишь медузы, они тебя покусали. Ребят. Так вот, анекдот про моряков, мореплавателей и прочих морских волков. Собирается, значит, свой первый поход молодой моряк. И, значит, надолго, короче, ну, что брать не знает. Потом моряк, короче, смекались, решил капитана посоветоваться. А тут говорит, товарищ капитан, я первый раз такой длительный поход, ничего не знаю, вот, знаете, что брать? Он говорит, ну, во-первых, берите все личные вещи. Так, ну, понятно. Вот, форму мы вам выдадим, берем, это не беспокоит. Зубную щетку, вот это вот, банальные вещи. Говорит, самое главное, самое главное, не забудьте, таблетки от тошноты. Так, от укачивания, да. Да. От тошноты. От тошноты, да, чтобы не тошнило. Чтобы не тошнило. Укачет! Ой, слава, яйца. Да, меня укачало. И презерватив. Ну, моряк понял, все, окей, так, хорошо. Пошел в аптеку. Убил. Гаааад, лав секс. Пять таблеток от тошноты и пять презервативов. Походит капитан, говорит, ну, достаточно будет, товарищ капитан. Беречок. Что-то дурачок. Мы надолго идем. Поход длительный, длительный, месяца. Бери больше. Пошел моряк в магазин. Пил десять таблеток от тошноты и десять презервативов. Так. Всящий с капитаном, говорит, товарищ капитан, ну вот теперь ты должен охватить. Он говорит, ну, слушай, ты совсем, что ли, говорит, издеваешься? Это очень долгий поход, буквально полгода ты будешь ходить, сколько портов ты сменишь, сколько вахт ты, короче, вынесешь, знаешь, сколько качек и штормов ты перенесешь. Непростое, короче, дело. В мире больше. Вот. Приходит мужик в аптеку, вот, и говорит, собственно, продавцу за прилавком, дайте, говорит, мне сто таблеток от тошноты и сто презервативов. Ну, тут аптека там пожимает, конечно, плечами, дает, короче, там, мужик, матрос расплачивается, этот аптекарь спрашивает, слушай, мужик, если тебя от нее тошнит, нахрена ты трахаешь? Ну, господи, ну, предположим. Такой анекдот. Длинный, не смешной, такой, Максим. Ну, все как надо. Все, вот, по ГОСТу. Как и Юрий Никулин завещал, да, я согласен. Подзаголовок сегодняшней передачи «Играй патриарх, любимый». Нет, «Играй пастырь, любимый». Пастырь, да. Ну, уже теперь патриарх. Теперь уже патриарх. Ну, уже теперь, да. Хочешь стать женой патриарха, выходи замуж за дичка, знаешь, что... Ну, да, ну, да. God bless you. Спасибо Максиму, говорит, за признан архитект, открыли вся игру благодаря Максиму просто. Серьезно? Ой, ребят, я очень рад. Я сам очень люблю эту игру, мне кажется, она прекрасная, и я опять заблудился, ну, похер. Куда мне сейчас? Так. Душа драм, сердце светлое... Светлая Русь, лапти разбить о полдрусь. Одного из наших любимых исполнителей, собственно, нейромонаха Феофана, который такой драм играет, что аж жутко становится. Ну, прям светлая Русь сразу везде, не только в душе. Вот, блин, шо ж такое уже, второй раз застревая, реально не представляю, что дальше делать. В общем, медузы, ты чё-то, чтобы она сдохла. Да. Слышь, Максим, тут мудрость такая... Дай твою ж мать, ну. Настоящие матросы, моряки, не говорят, это говно. Они говорят, это непотопляемо. Так, ну вот, чё ты таскаешь? Знаешь, Максим, честно говоря, меня пригрустнулось немножко. Знаешь, мы рассказываем анекдоты, там прокусируются, фигурятся. Да я пытаюсь... Забываем вообще сказать, чё происходит. Да ничего хорошего. Вот ничего хорошего, знаешь, пока меня, в принципе, это вот не вот... То есть, в начале было весело, я КВ Долфин, ну чё-то я смотрю твоё учение. Нет, на самом деле, нравится, но единственное, да, вот я как-то, как-то я сам вот так приуныл, мальчика. Не знаю, вот у меня есть бомба, но я не знаю, что с ней делать. Кстати, друзья, опять же, если у вас есть идеи, что мне делать с этой бомбой, куда мне её засунуть, чтобы выбраться отсюда, вы, пожалуйста, говорите. Да, какую шутку? Шутку Петросяшку. Даже специально разместили портрет Вагановича. Пока же. Хочешь стать любовью Патриарха? Стань Кодзимой. Хорошая шутка. Да... И обычно зрители по имени Мого... Мого... Вот, и обычно не шучу, шутки про Треху которую нам пишите, ale это прям реально хорошее такое.. Максим, хочешь читать чатик? Ну извини, но ты всё время читаешь чатик, мне не надо, пожалуйста, мотфолизировать чатик А вдруг тебе здесь, не знаю... Я тоже хочу почитать чатик, может быть Не знаю... обзываю там грязным шакалом И что? А они хочу тебя оскорблять... А я хочу знать, что про меня говорят Может быть, а может быть, и не хочу, я не знаю Вот именно, Максим. Я берегу тебя в какой-то мере, а ты не ценишь. Куда мне засунуть эту сраную бомбу? Ох, игра. Что-то да. Слушайте, печенька, друзья, пищали пороховница. Реально, вот серьезно, я потерян. Я не знаю, как мне быть дальше. Может, анекдот расскажешь какой-нибудь? Давай, анекдот. У тебя записи есть, по-моему, да? Да, есть. Сейчас, да, я посмотрю какой-нибудь. Так, это мы рассказывали, это мы рассказывали. А, вот, например, можно. Дорогая мама, пишет, значит, молодой совсем моряк своей матери, пишет. Дорогая мама, я пошел на флот, потому что мне нравилось, что на кораблях всегда поддерживают чистоту и порядок. Только сейчас я понял, кто поддерживает чистоту и порядок на кораблях. Вот так. Ну, что, давай, коротенький, еще один сейчас. Нет, водолазу, водолазу, про водолазу. Я тебя лаверды вспомнил на этот анекдот, Макси, прям ровно, вот, лаверды, короче. Вот, называется «Моряк и ребенок». Ага. Вот. Идет моряк, идет на следующий ребенок. Угу. Вот. Дяденька, а ты кто? Я? Моряк! Так, спички брякнул. А где ты работаешь? На корабле. Слушай, а расскажи о своей корабляцкой жизни. Мне надоело. Что делать? Ты про водолазов, слушай. Что делать, да, про водолазов. Про водолазов рассказывай, да, в любой сложной ситуации. Про водолазов, про водолаз... А, твою мать! Значит, про водолазов, анекдот. Водолазов, водолазов, значит, сообщают с корабля, предложим по рации, кричат, говорят, «Вася, срочно поднимайся!» Такой, а что такое тут? «Вася, мы тонем!» И... Все. Тебе понравилось? Нет. Вам отлично не надо. Я не знаю. Я его не буду носить в пантеон своих любимых, но запомню. Да твою же мать! А, слушай, Максим, мы же... Смотри, вот, кстати говоря, вот, если кто-то попытается... Вот что? Что мне сделать, чтобы отсюда выбраться? Послушайте анекдот. Я боюсь, это не поможет, но я послушаю все равно. Давай. Затирай. Так вот, значит, Максим. Александр. Классический анекдот про моряков. Классический анекдот про моряков, в принципе, если ты любые посмотришь вообще научные работы, вот там будет написано одно, что в 90-х процентах, 90-х процентов. Это анекдоты про пошлость, секс, там, не знаю, и прочее. Ну, как вообще 90-х процентов анекдотов? Все классические... Нет, кстати, мне далеко не... Ты что, классический анекдот далеко не все про это? Наоборот, это совершенно мало, кстати, не странно. В отличие от современных приколюшек в интернете. Это все анекдоты там из серии, там, моряк... А, вот, все, разобрал. Весь месяц проходит в походе, значит, всякие там шутки там про жену там и так далее. То есть все анекдоты там, жена, любовник, там, муж и так далее. Ну, да, да. Вот все это проходит. А сейчас для моряка Коли мы передадим песню в нашем доме по-изженному замечательному соседу. Вот эта фигня. Они достаточно грубые, пошлые, синие, интересные. И да, на самом деле. Поверкнусные. Плюс известный сюжет там отношения моряка и проститутки тоже чрезвычайно грубые, обычно глупые. А, это из серии, да. Они не тупые. Выходят из портового борделя, им проститутка стоит, кричит «Я тебя заразила гавайским сифилисом!» Мы еще посмотрим, чей сифилис сильнее! Ну, да, да. Такие анекдоты, да? То есть они все в принципе... Такого сегодня, друзья, начитался, пока ресерч проводил, скажем так. Крутятся все в районе пояса. Пояса. Пояс. Максим, в районе пояса. Максим так как говорит, я начитался, когда ресерч проводил. Потому что Максим как? Он взял там, по поверхности вбил там анекдоты про морячков. Ну, как многие из наших, кстати, вот зрителей делают. Да ладно, Саш. Я-то тоже вбиваю, я вижу все это. Саш, справедливости ради, вообще-то в моем списке были анекдоты, которых не было в твоем. Потому что у тебя работа какая? Вот, вбить в интернет и поверхность набраться. А мне надо вначале ознакомиться с научной работой. А, вместе с монографией. С монографией, собственно, вот. Потом понять, что за автор был, а что он еще стоит доверить? В советское время, знаешь, за анекдоты... Ну, это же фольклор. Какой автор, ты что? Автор научной монографии, кто был, стоит ли ему доверять? Прости. Максим. Максим Максим. Александр Александр. Сразу вот видно человека, короче. Без высшего образования. Который не учился даже в ПТУ, хотя даже ПТУ расшифровывается, как помоги тупому учиться. Ну, а почему? Ну, ладно. Ну, ладно. То есть, как уже тупого. Ну, такой. Тупой он хотя бы труженик. Как это поделить? Ну, ну. И вспомнился мне тоже классический анекдот пошлый. Ага. Про моряка. Ага. Во время работ, там, что по закреплению корабля, там, очистки, там, не знаю, от ракушек, например, дна, напал на него акула. Так. И откусил ему член. Не полностью. Так. Ну, почти весь. Мрачновато. Мрачновато. Вот. А, блин. Ну, ну. Ну, там, понятно, современные врачи что угодно сделают. Да, это естественно. Да, то есть, как бы неприятная история, но, в принципе, не проблема. Все исправят. Ну, не смертельно. Не смертельно, да. Вот. Соответственно, приводит его к врачу. Он говорит, врач, такая фигня. Вот, акула откусила член. Блин. Вот. Врач говорит, ну, давайте смотреть, снимайте панталоны. Угу. Снимает он, значит, панталоны. Врач такой, ну, что? Слышь. Весьма еще много осталось, вы знаете, даже, в принципе, по меркам не то же выше среднего, по меркам даже вполне приличным, знаете. Ну, в общем-то, у вас еще вполне достаточно, вам даже опираться не требуется. Он говорит, слушай, вполне нормальный такой размер, значительно такого вот. Больше среднего. Больше среднего. Такой, так сказать, член, можете пользоваться дальше. Вот, все нормально. Слушайте, а вот что у вас такая вот странная, наверное, татуировка, ля, две буквы, ля. Он говорит, ой, товарищ доктор, вы бы не травили душу мне, а? Это все, что осталось от фразы «Привет морякам в Балтике от защитников Севастопа». А, да, я его слышал когда-то, да, хороший, хороший. Старый, да, вот он говорит. Хороший. Татуировка какая-то странная. Ля, ля. Так. Так, так, так. Неправда, я не кто-то из радио спер, оправдывается, кто-то. Кто, не кто-то из радио спер? Ну, есть же радио, например, Юмор ФМ, да? Это мое любимое. У нас кто-то спер оттуда. Это мое любимое радио, ты знаешь, я… Юмор ФМ, а, я знал, ну, ну, ну. Да, мне вот все время с радио Юмор ФМ, да, вот связаны все мои любимые истории с таксистами. То есть я пару раз ездил из аэропорта Шереметьево в гикие пробки, когда три часа я там добирался до дома, вот, а по каким-то причинам я не спал в такси, как я обычно делал после самолётов, да, а почему-то там, наверное, в самолёте выспался. Вот. И я ездил, и они слушали в это время радио Юмор ФМ. Меня, в принципе, не напрягает какой-то внешний шум. Хорошо, что ты радио радонишь, Саша. Да и мне это тоже не напрягло, я спокойно к этому отношусь. Слушайте, радио Юмор ФМ. И в какой-то момент, когда ты устал уже просто пялиться в телефон, ты отваливаешься, ты начинаешь, ну, невольно тоже слушаешь. Ну, попадаются даже иногда забавные шутки, ты сидишь такой вот, подхихикиваешь там что-то, да. Серьёзно, конечно, да, там, там, круто, там, Кэмди Клаб какой-нибудь старый, там, ещё что-нибудь. Опять же, там, мог классик, там, Райкина какого-нибудь могут круто. Я из Кэмди Клаба, честно говоря, только один скетч воспринимаю, ну, неважно, ну. Так вот. Ну, и ты сидишь такой, там, подхихикиваешь, редко он подхихикиваешь. И мне вот больше всего нравятся лица обычно водителей, которые на битве. Из каждой шутки ещё мрачнее. Это, знаешь, это просто сторож прикладбища, блин. Просто вообще он настолько серьёзен. Из каждой шутки такое ощущение, там, Гаррик, Бульдог, Харламов тебе на гитарке, тут тебе Райкин шутит, а Том Иваганыч прошёлся как-нибудь. Вот. Вот это, конечно, одинаковое, Женя. Ой, ладно, Максим. Короче, море, видно, тебе не радо. В смысле? Нет, я уже вырвался. Не понимает она тебя, Макс Ронс? Да ты мучаешься в самом начале игры? Всё, я уже, да всё, я уже, собственно, выбрался из того, чё ты? Я уже дальше прохожу. А, пусть давай, на побывку едет. Да. Так, на Аэрэкспрессе надо было гнать, тогда Аэрэкспрессов ещё не было, господа, когда произошла эта история. Да, да. Юмор ФМ уже был. Что нам как бы намекает, что Юмор ФМ как ему и старше, чем гавну Мамонта. Да. Так. 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 Можете ли посоветовать Сапковского про Ведьмака? В каком смысле? Конкретную книжку или вообще посоветовать читать, не читать? Ну, книжку, наверное, я думаю. Посоветовать книжку. Ну, если вы посоветовали книжку Сапковского про Ведьмака, то начните с первой. Типа, меч предназначений, последнее желание, кажется. Я не помню, как называется первая книжка, с которой сборник там, типа, рассказов. Читайте сначала. А если в том смысле, что можем ли мы посоветовать, в принципе, ну, читать их, зависит от того, сколько вам лет. Я не шучу. Потому что я читал Сапковского, когда я учился в школе. О, ну, тогда и Лукьяненко даже заходит. В классе, типа, восьмом? В седьмом? Самое время. И мне было просто зашибос. Очень круто пошло. Вот. Но вот в более позднем я бы не стал. Ну да, ну, слушайте, опять, если мы за книжки сейчас пойдем, Максим, это... Давай пойдем за книжки, а что? Давай. Ну, хорошо, что... Ты сейчас какую книгу читаешь? Я? Я скажу, у тебя какую книгу я читаю. Опять, слушай, ну, понимаешь, наши зрители могут подумать, что я просто вот пиарю одни и те же имена. Так, и что ты пиаришь? Вы понимаете, просто... Сейчас какого-нибудь, наверное, затрешь мне этого самого Прилепина, да? Нет. Как ни странно, я его уже читал, нормально, я уже новую книжку читаю. Ну, хороший был сборник рассказов, такой милый, весьма... Ну, ну. Но, ты знаешь, как и все рассказы... Блин, мне что-то с оленей прям хорошо пошли. Максим, ну, стой, бить или жрать пришел, я тебе задам классическое. Так, наливай, все, давай еще по одной. Ну, какой одной, ты что, шума шла? Надо? На солени пошли, давай. Ну, ну-ка, по одной. Символически. Символически, чем только тогда, да. Исключительно, конечно. Давай. А мы, собственно, ее с тобой прикончили, Максим, все. Ну, с двоем мы большие. Ну, да, они маленькие, надо сказать, мы такие прям, это искал. Богатырей не мы. Друзья, кстати, я предлагаю на следующий стрим. Дринкингейм. Нет, не на следующий. Нет, нет, погоди. На следующий стрим Дринкингейм. У меня встреча пятница, не разная встреча. Нет, не для нас, для зрителей. Каждый раз скажут, что это анекдот. Каждый раз, когда мы выпиваем, отпиваем березового сока, вы тоже отпиваете что-нибудь. Вот. А потом поделитесь впечатлениями. Так, народ начинает спрашивать, кажется, вот, а мне 21, читаю норм, типа, наверное, все в порядке. Слушайте, ребята. Ну, я не знаю, нет, я никого, честно, я вам, ребят, сразу скажу, я никого не собираюсь, что ждать, литературные вкусы, за что-то еще. Вот, как бы, вам нравится, вам хорошо идет, ну, окей, хорошо читайте. Я, как бы, я... За хорошую книжку, Максим. Я поделился своими впечатлениями, своими ощущениями от этого явления. Мне кажется, так... О, подожди, можно я... Нечего стыдиться. Никогда не стыдитесь того, что вам нравится, я вам так скажу. Ну, нравится и нравится. Нет такой, на самом деле, штуки, как guilty pleasure, мне кажется. Потому что, ну, pleasure... Ты знаешь, каких людей я уважаю больше всего на свете? Каких? Которые вообще с нулем эмоций заходят в секс-шоп. Подходят и говорят, дайте мне вот... Жан, дай мне французские сусиками. Французские сусиками, короче. И к нему еще какой-нибудь дилдан для жены. Ну, давай за это выпьем. Вот. За дилдан для жены. Вот просто... И за французские сусиками. Поехали. Просто, да. Вот эти люди вызывают уважение. Да. Непосредственность самодостаточной. Ой. Господи. Сто лет не пил газоводы, Саш, должен признаться. Ну вот, усили. Не скучал. Ну ладно. Да. Давайте такой случаем. Вот реально, друзья, честное слово, не люблю вот эту вот газоводу, но вот только ради людей прекрасных, которые расстарались. Ради вас. А главное, тех трех коломенских парней. Я про них и говорю. Про них и говорю. После такого, понимаешь, как-то западло взять и не употребить. Вы согласитесь, Саш? Максим. Да. Не могу не согласиться. Ну вот. Так. Не можешь. Все нормально. Значит, о чем мы говорили? О литературе. О литературе, да. Какую книгу ты сейчас читаешь? Опять то же самое имя, Максим. Я его пиарил уже передачи две подряд. Говори. Просто, понимаете, умеете такая книжка. Давай, когда я угадаю, если не Полипин, то тогда, наверное, Вдолазкин. К сожалению, ты угадал. Вдолазкин? У него вышла свежая книжка. Свою же, мать, я еще Лавр не прочитал. Ну вот, а у него уже свежак лежит. Ну окей. Вот, мало того, он до Лавра, как выяснилось, писал. Но, правда, писал больше такой, как это сказать, полуавтобиографические сказки. Причем работал в жанре а-ля Веллер. Лучше, чем поздний Веллер, но хуже, чем раньше. То есть, вот так, удивительно, да, этот парадский человек. А вообще-то он специалист по средневековой русской вроде. Ты пойди. Так вот. Положим. Написал он следующую книжку, которая вышла буквально вот только в этом году. Я ее сейчас читаю в процессе. Называется «Авиатор». Книжка с сюжетом реально, ну вот просто с сюжетом реально доступным. То есть, в принципе, для современного человека она может даже гонать как фантастика. Чувак просыпается в больнице на дворе, 1999 год, ничего не помнит. Там какой-то врач, какая-то медсестра, ему как-то говорят, что вы теряли память в результате инцидента, вам нужно вспоминать, там оставить сознание. Сознание там в качестве терапии предлагает ему записывать что-то, что он вспоминает, потому что он начинает уже вспоминать всякую фигню. И внезапно вдруг выясняется, что все его воспоминания, короче, они воспоминания вообще начала века. То есть, это воспоминания где-то примерно год, там, 12-го, 13-го, 14-го, там, а детские, там, годы, там, и серии, там, 5-го, 6-го, там, такие и прочее. То есть, этот человек родился в 1900 году. А на самом деле выясняется. Это фантастика реально. Я вот пишу, вот, современное русское прозово, по сути, фантастика. А на самом деле в процессе выясняется. Ну, это, собственно, известно врачам, но неизвестно пока еще нашему герою, он понимает чуть позже. То, что он в свое время, в известные годы, угодил на Славки, его там заморозили. Заморозили? Хитрым методом. А там же, слушай, это же известная история. Вокруг Славкова входит куча легенд, что первые доктора Менгрели, короче, вот наши, да, отечественные, они, собственно, Славка. Как доктора? Ну, вот эти, как доктор называется, который всех пытал немецкие? Менгели. Менгели. Менгелия его называл. Менгелия. Менгелия. Грузинский нацист. Менгелия. Хуже, Максим, хуже. Это, короче, помесь, короче, доктора Менгеля и Берии. Вот сейчас я немножечко, я немножечко, проси, Саш, я немножечко обоссался. Я не знаю, что об этом. Давай выпьем вообще. Сейчас, пауза. Давай. Сейчас, Максим. Так вот, советские врачи-убийцы проводили бесчеловечные опыты, и наш лирический герой, потом почитаешь. Ну, ладно, смотри. Потом не увидим. Пора почитать. Наш лирический герой, собственно, стал жертвой подобного опыта. Ну, как сказать жертвой? Опять спрашивают, дошли листоволение. Да, дошли! Ебали. Мы их едим. О, Дансимус Гипперион норм. Дансимус Гипперион правда норм. Ну-ну, ну. Максим, зачем нам и генош приведем? Не знаю. Нормально. Так вот. О, подожди. Я должен приз... Вот это вот. Простите, друзья, мы просто написали сейчас, да, написали Воронежский офис Mail.ru тоже хочет испить с вами березового сока. Коллеги, приезжайте. Коллеги, чуваки, Воронеж отличный город. Я знаю только, что там улица Лизюкова есть, и что оттуда сектор газа родом, мне этого достаточно. У меня достаточно понимание, что там кило раков. Вот, 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 300 рэ. Да. Просто вот. И налетай. Вот, раков, короче. Килограмма четыре, короче. И пиво два ящика, и всё, и Воронеж. И вот. Да, простите. Рико-Воронеж, точнее. Так. Значит, о чём мы? И вдруг наш лирический герой понимает, что он человек, как он себя там называет, ровесник века, оказавшийся внезапно в абсолютно чуждой ему среде. Можно спросить? А, да, конечно, конечно, Максим. Спасибо большое. Я сегодня официант. Сегодня мы все друзьями. Ну, нет, Саша, кстати, у нас есть такое вот предубеждение против работы в обслуживающем персонале. Нет, в коем случае. Нет, 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 нет. У нас конкретно вообще вот в России, скажем так, есть какое-то такое предубеждение, типа официант, фу. Халдей. Нормальный халдей, да, да, да. Ребят, я вам... Ну, всякие тут подсчётик. Это раз. А во-вторых, я вам больше скажу. Спасибо, а давайте сюда. Работать в сфере услуг вообще и работать в сфере улыбания другим людям и делать очень хорошо, и делать специально, это крайне сложная задача. Да, да, да. И профессиональный официант, это гораздо сложнее вообще работа, чем, там, я не знаю, там, иной управленец. Вот вы посмотрите на Францию. Да, Франция, собственно, которая страна, которая изобрела гастромоду, страна, которая изобрела вообще вот подход к ресторану, как именно вот к чему-то такому изысканному. Так вот у них в каком-нибудь брасери старый Жан может работать реально уже последние 40 лет. Да, нормально. Потому что он такой профессиональный официант, короче, что вот просто вот все в восторге. Да, то все будут в восторге, если старый Жан принесет вам какой-нибудь луковый суд. Мантра. Нет, подожди. Лиловый Жан. Подожди, подожди. Это, во-первых, в районах Сан-Франциско лиловый негр должен подавать манто. Ну, это все нюансы. Ну, да. Так, подожди, анекдоты, значит, мы все рассказали. Про это рассказали. Я даже книжку Евгения Водолазкина «Авиатор» прикровали. А мы не все, а я не сказал, какую я книжку. Причем, ты знаешь, Максим, я еще закончу про нее, и ты мне расскажешь. Я ее не дочитал еще до конца, я не знаю, чем меня там удивит этот конец. Но в целом, ты знаешь, Водолазкин удивляет, как писатель. То есть там есть сцены, как весьма интересные, то есть там есть его рассуждение о том, что, например, там в какой-то момент стал там знаменитостью, естественно, что чувака разморозили, алло, журналисты там-то набежали. И мы там задали вопросы, типа, там, вот как вот вам не кажется, вот наш мир там не похож на этот? Нет, мир похож, люди похожи и прочее. А изменилось, например, для меня что? Например, звуки, например, города изменились. То есть никто не орет там за окном, там, горячие кренделя там в 6 утра, не слышно цоканье копыт, там, машины звучат по-другому. То есть Водолазкин пытается как-то, понимаешь, вот он пытается мыслить серебряным веком, при этом как-то вот отрывать от современного человека, очень хорошо получается у человека. Может быть, конечно, это стилизация, может быть, он действительно, как ты знаешь, вот многие хорошие переводчики и литератороведы, они зачастую, извиняюсь, грубое слово скажу, надрачиваются, короче, на просто хорошем письме и превращают это в профессию. То есть я не знаю, это новый Акунин в плане того, что штампование достаточно приличных вещей, или это все-таки вот новый большой писатель. Но после Ларвы он сказал, что это большой писатель. Сейчас вещь, конечно, поспокойной речи, но, опять же, до конца я не дочитал еще. Там есть сильные сцены, есть очень сильная сцена, так я даже назову, представь себе больницу конца 90-х, 99-го года, вот, общую палату на 16 человек, в которой лежат старухи, неходящие. Ну, такого опыта у меня прям такого не было, у меня был опыт в больнице начала 2000-х, где лежали диабетики. Я узнал о диабете все, я уже рассказывал. Проблема в том, что... Да ё-моё, что сейчас это делается? Маски неделями не моют, потому что окружающим персонажам похер. И там есть сцена, собственно, мытья подобной старухи. И грустно это все. Ну, я не сомневаюсь. Знаешь, может быть, это какая-то эпитафия 90-х, и даже 90-м не в смысле, там, лихому времени и прочее, а скорее 90-м, кем мы все были в эти 90-е? Мы с тобой кем были? Студентами, да? В 90-е, Саша, я был еще все-таки школьник, студентом я был, начиная с 2000-го года. А, ты же младше меня. Да, да, с 2000-го. Я в 2000-м году... Родился? ...выпустился. И да, вот с тех пор я такой... О! А что, твою ж мать? Пишет нам Джон Поу. Я сам официант. Я тебе так скажу, но это он тут в рамках ругательства, скажешь, с кем-то, да. Все официанты смотрят на гостей, как на говно. Это кто говорит, прости? Это официант, человек, который Джон Поу, который... А перед этим, нет, нет, тут просто, смотри, это ответ, договорение Старка... Говнорист. Да, да. Пишет, ага, и при этом французские официанты всегда смотрят на тебя, как на говно, даже если ты с ними на французском говоришь, известны, как самые, что не есть сучки. Ребят... И ответ, что за ответ, ну-ну? Я официант, я так скажу, все официанты смотрят на гостей, как на говно. Еще раз, ребят, во-первых, это не так. Во-первых, французы смотрят на вас так, потому что они просто французы. Потому что они говно. Я не люблю французов. Есть такое... Париж был бы прекрасным городом, если бы не парижане, я поддерживаю. Если бы не парижане, да-да. Есть у французов, конечно, некая вот такая вот снобизма. Я поддерживаю. Ну, в целом, ты знаешь, обычный француз, он нормальный чувак. Ты знаешь, после чего я полюбил окончательно французов. У меня были сложные с ним отношения много лет, но при этом, знаешь, опять такой же вот диссонанс. То есть я очень люблю Францию, но вот что-то не очень как-то ловится с французами, да. Во-первых, языковая это проблема, то есть нихрена они хотят английский учить, а у меня с французским, извините, как-то не задается тоже. Ну да. Ну, на уровне Женьман Шпаси Зорта. Не, можно выучить на самом деле. Не, ну простых ресторанных слов-то можно выучить, да, а вот так посложнее уже, конечно, нет. Ну, не важно. Залип. Ну, ну, рассказывай. А ты знаешь, после чего мое отношение, оно менялось к лучшему, когда я, во-первых, за пределом Парижа в первый раз оказался, да, потому что там совсем другая Франция. Это примерно как Москва и Россия. Марсель, да, например. То есть это Южная Франция, это Прованс, который вообще не считает там себя с Парижем чем-то сходным, условно говоря. Ну, то есть, понимаешь, Дагестан-то как бы тоже Россия, немножко по-другому. И люди тут немножко другие, да. Вот и Прованс то же самое, правда, что по-французски все говорят. И ты знаешь, я окончательно полюбил французов и понял, что все-таки им не то, что не чужно, что человеческое, значит, они просто вот такие вот неторопливые вот парни. Знаешь, после какого момента? После какого? Во Франции, особенно в Провансе, с утра очень сложно поесть, потому что брасери либо закрыты, ну, брасери это их там местные кафешки такие, то есть, типа не ресторан-ресторан, а вот кафешка. Вот. Рестораны вообще просто точно закрыты, потому что они начинают с 5-6 вечера только работать, кухня с семьей открывается. Сначала пришел винца попил, потом пришел, значит, там, старый Жан такой повар, короче, там, что-то тебя нафигарил, там, короче, и давай. Ну. И поэтому на семестр, где с утра можно поесть не круассанов и не кофе, очень сложно покушать. Типичный французский завтрак, это куча выпечки вот этой вот, короче, и джемы с кофе. Ага. Я не люблю ни выпечку, ни джемы. Ну-ну. И тем более кофе, а я чай люблю. Я, кстати, говорю, тоже, ты знаешь, у меня есть такой пункт. Ну, француз, ну, бывает такое, ну, бывает. Слушай, нет. Смотри, типичный английский завтрак, короче, это, там, тебе сосисы, это болеет. Ну, это скорее нет, 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 вот сосисы, это скорее типичный американский гостиничный завтрак, скажем так. С сосисами. А-а-а-а, да, с сосисами, да-да-да. Так вот, после чего я полюбил Францию навсегда. Приходим мы с утра в какой-то брасерии. Так. Там исключительно скудное меню, но я смотрю, есть сэндвичи. Ага. Господи, ну, хоть бутер съесть с утра. Реально, там с утренней едой какие-то страшные проблемы. Да. Мишницы не найдёшь, в Марселе, по крайней мере. Вот. Я такой говорю, о, месье, короче, Жениман, спаси жур, дайте-ка мне сэндвич литон, ну, то есть, сэндвич с тунцом. Ага. А месье мне, собственно, жестами показал, что тютюка. Что я зовут? Хуа. Тунца-то нет. Вот хотите ли жамбон, например, там, ну, то есть, там, вечерут. А я что-то пригрустнул, так, потому что мне не хотелось с жамбонами, у меня уже так хотелось вот тона. Я прям что-то так пригрустнул, пригрустнул. А месье так, когда меня обсорял, говорит, знаками. Не то, что он говорил по-английски, он вообще, по-моему, не говорил. Он как-то вот так мы с ним общались. Вообще говорит. Я вот ему там сущность. Три французских слова, что знаю, говорил, он мне что-то отвечал, и он мне такой. И уходит. Угу. Уходит, короче, обратно в свой ресторан. Так. И опять из него уходит с сумкой какой-то. И вообще вышел по улице и ушел из ресторана. Ну-ну. Мы сидим такие с женой, там, не знаю, пьем там, она кофе, я чай, там, что тут там с утра. Что вообще происходит? Вот. И тут месье через 10 минут возвращается. У него, значит, тут за пазухой такая газетка, и из нее, значит, тунец свисает. То есть он купил даже в танца, короче. Ну, а что, вот тут черт пришел, он же явно не убежит в ближайшую часть. Слушай, ты только что, ты только что отчасти восстановил мою веру не просто в человечество, а у французов. Я его, значит, считал, которых я считал просто отбросами, можно сказать. Лицемерными просто вот гадами, да? Как это, как это называлось? Cheese-Eating Surrender Monkeys. Он, господи, все стереотипы, простите, не искал. Да. Знаешь, я долгое время тоже не мог никак понять французов, но вот после этого случая я понял, что они такие же классные чуваки, вот как минимум, как и мы. Понимаешь, Максим? Да. Вообще, тебе-то, конечно, хорошо. Но. Пить березовый сок и прочее. Но. Ну, вообще, Максим, пора уже говорить гудбай. Майла, гудбай. Да, да. Понимаешь, во-первых, у тебя все начинает клеиться, это уже неинтересно. Ну, согласен, да ладно. Нет, нет, на самом деле, Саша, мы же знаем, что приходят не за игрой. Конечно. Конечно. Приходят за нами. Да нет, Макс, за анекдотами. За березовым соком приходят. Ладно, ну. Ой. Что? Дай посмотрю еще. Саша, поживи вот несколько месяцев среди французов, я на тебя посмотрю, пишет мне говнорез. Так, кто это? Кто еще по киломену национализм вместе с Максимом и Александром? Не путайте туризм с эмиграцией, ребята. Лучше я буду любить туристов, туристов, господи, французов как турист. Чем на видите? Уважаемые Александр и Максим, скажите, а вы серу любите, в скобках, не ушную, а какую? Максим, ну, это предположение, может быть ты дьявол. А если ты любишь серу, значит ты дьявол. Ну, я хуй. Макс, ну на словах, может это Энтио под псевдонимом, я знаю. Вот, кстати, пишут нам, Саша, всем насрать на игры, тут главное общение. Да. Вот. Вот. Good love blue parod нам пишут. Большое спасибо, парни, отлично. Замена играм в кубе. О, чисто посидеть и пообщаться, зашлю вам посылочку. Ловлю на слове. Опять же. Как звать еще раз? Око-ко-ко-ко. Око-ко-мэн, вот это наш постоянный зритель. Око-ко-ко-мэн. Опять же, опять же, не забудьте, в игрок в кубе никогда нельзя было сказать три наших любимых слова. Насрать. Говно. Из жопа. Да. Например, насрать говном из жопы. Мы вообще сегодня на самом деле много себе позволяем. Мы говорили, мы говорили бля, кажется мы говорили пиздец. Тихо, тихо, Максим, хватит. Мы говорили. Повторяю, это читатели посмотрят дополнительных материалов. Так, зрители слушают. The making of. Давай, на самом деле, попрощаемся. Хорошо, давай. Смотри, мы сказали про морячков, поиграли в отлично. На самом деле, Саша, Саша, выпустите в морят хотя бы. На самом деле, Саша, мне, честно говоря, сегодня понравился наш стрим. Душевный такой. Мне кажется, было, да, душевно, действительно, лампово, тепло, все как надо. Да там не осталось уже ничего. Я вот и смотрю, душевно было, лампово. Ну ладно, да. Тепло. Так, вот. Эх, так, ну что ж, на инклюзивной ноте, господа. Да, мы, естественно, с вами прощаемся. Попрощаемся. К сожалению, как нам не прискорбить сегодня. Серьезно, честно говоря. Вот сегодня. Сидел бы и сидел. Вот, видите, что делают с людьми. Вот прошлый раз, когда вы были козлами. Что делают с людьми посылки с соленьями. Вареньями. Вареньями, поделками и всем прочим. С березовым соком. Сейчас удалим эту доску. Да, с газовой водой. Вот. Сразу как-то хочется, хочется оставаться в эфире, хочется общаться. Жить и творить. Максим. Творить, трудиться. Да. Любить, жить, творить, любить. Все хочется. Не знаю, рожать. Кредиты ипотечные. Нет, рожать не надо. И кредиты ипотечные. Пока не надо. Ладно, все. Извини. Да, мы сбили, короче, нашу сторону. Но, тем не менее, господа. Клуб «Синий Попугай». Да. Только с вами. Мы, как обычно, вы помните, в конце включаем музыку, чтобы у вас была возможность. Тут немножко большая завершка чата идет. Да. Написать все ваши благодарности. Да, я посмотрю. Ну, ты говори главное. Посмотри, посмотри, да. Вот. С вами в эфире клуба «Синий Попугай». Не забывайте нам писать, присылать соленье, варенье, печенье по адресу Максим. Очень важно. Ленинградский проспект. Дом 39. Строение 79. Александр Кузьменко Максиму Еремееву. Город Москва. СССР. СССР. Подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Какая разница? Наша страна. Вот. Что это пишет? От посылки Джон Пау что? Уважаемый Александр. А, вот. Этот человек, который спрашивал про Серу, поясняет. Максим, у вас отец из Улан-Удэ. Правда. Я сам оттуда. Вы должны знать. На краяк спросите. Если нужно, то отправлю. Я спрошу. Окей. Спасибо. Хорошо. Ну, ладно. Значит. Ну, кстати, Саш, прости еще. Напоследок комментарий. Я почему такой злой был? Я синего попугая не смотрел. О! Ну, это просто. Да. Друзья, спасибо вам огромное, что были с нами. Огромная радость и честь работать для таких прекрасных людей, как вы. Видите, как, кстати, поменялось настроение даже в этом. Вчера. Неделю назад вы были козлы. Не найдешь. Неделю назад вы были козлы. До этого щеглы. Щеглы. Псы. Вот. А сегодня самые лучшие люди на свете. Мы вас любим. Мы вас просто вот готовы расцеловать во все места. Ну, в разумных пределах. Вот. И всего вам самого хорошего. До новых, хреновых встреч. Адьёс. Песня. Рандомная. Про УЛАНД, Максим. Ты просил, я хотел повторять. Да, конечно. Ты же не УЛАНД? У меня отец из УЛАНД. Я в Москве родился. В какой-то цепени. А отец... Знаешь, у меня брат родился. В Чите. У меня мать из 4. Вот так карточку твою. Замусоленую всю. Я достану с под матраса. Мы еще, знаешь, как грузины танцевают с разом зубах. Давай. Потому, потому, потому что я люблю тебя. Но ты живешь в УЛАНД. Это хуя ж знает где. А я хочу. Так я уел совсем в Москве. Жизненно. Без тебя, без тебя. Без тебя, любовь моя. Всего доброго, друзья. Спасибо, что были с нами. Встретимся с вами через неделю. Точно так же в четверг. В 19.00 по московскому времени. До скорых встреч. Всего доброго.